Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывайте позит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Во, сейчас почти 500 людей. Короче, хотел такую тему сказать. Мы сейчас репаем на фест, на тур. И я думаю, что я хочу разыграть такой митинг-грид на последнюю репу, либо там предпоследнюю репу, чтобы там один-двое людей пришли на репетицию. Я правда подумаю, что это будет за конкурс вообще. Ну, мне кажется, это понравится людям. С рукой кровь, говорю, застыла, блядь. Не потому что кровь. Еще здесь головы, блядь, не отмыл, там чуть-чуть осталось. Многие упрекнули трек быть давным в том, что ты его сбайтил. Что ты скажешь? Я скажу тебе переслушать заново трек, где я конкретно говорю, что это байт в самом треке. В Томске, я думаю, не скоро. Я не хочу в Томск. По личным причинам. Буки Машин Шоп пишет, кстати, обновленный. Привет, ребята. В общем, я просто думаю, какой конкурс сделать на то, чтобы типа двое счастливчиков пришли на последнюю репетицию перед БМ-фестом и туром. И посмотрели, как мы, короче, делаем треки для лайвов. И как мы работаем. Новая мерчка. Буки Машин Шоп спрашивает, когда новая мерчка. Ну, когда все наладится в БМ-шопе, тогда мы запустим новую мерчуху. Блин, просто не хочется делать какой-то конкурс репостов. Вот. Хочу придумать что-то более веселое. Либо какой-нибудь, как их называют, флешмоб или еще чем-нибудь, или челлендж. Ну, что мы придумаем, короче, в ближайшую неделю. В конце недели двину... В конце недели двину в Тюбрюк снова на пару дней отдохнуть, слава богу, от всей байды. И потому что, блядь, эту всю неделю были интервьюхи, новые съемки, новые записи, репетиции. Я просто заебался. Нужно чуть-чуть передохнуть, потому что это какой-то бешеный вообще темп. В понедельник приезжаю, наконец, на свою хату, ну, там доделан ремонт, правда, кроме двух толчков, там ничего нет. Благодаря потусуюсь на дубном матрасе. Нет, гаверин я еще не выпил, я захаваю обязательно, потому что после вчерашнего действительно надо что-то с мункой делать, потому что если я сейчас разболеюсь на выходных и перед фестивалем, это будет пиздец. Я только поставил расщеп себе. У отца здоровье, не знаю, кто спрашивает, во-первых, это личный вопрос, не буду об этом говорить, что там по здоровью у моих родственников. Перед Booking Fest будут еще треки от кого-нибудь, мне о чем знать. В совместке со 104-м будут, если 104-й что-нибудь напишет, мне очень понравилось с ним делать музло, он клевый чувак. Вот, типа, заебаешь, типа, творческий конкурс какой-нибудь, там, курс артов, понимаешь, причем рамс конкурсов, они субъективны. А типа, я не хочу, знаешь, сказать, вот этот арт очень пиздатый, там, обидеть кого-то тоже с не менее пиздатейшим артом. Ребята там много очень рисуют, и не хочется, чтобы кто-то чувствовал там себя хуже других. Лоботомия показала, что это твой самый личный трек. Во-первых, ребят, блядь, не слушайте сливы. Я вот показал в трансе лоботомию, и опять-таки 200 раз, блядь, просил не вырезать это потом, блядь, и не заслушивать. Просто, ну, блядь, вам все время не хочется слушать это в более пиздатом качестве и абсолютно финальную работу. И это не самый личный трек. Вообще, в принципе, материал, который я сейчас пишу, это какая-то терапия, блядь. Психологическая. Футболки буду быть, по-моему, еще чуть-чуть осталось. Напиши Рощеву. По-моему, там остались, короче, большие размеры. Типа XL-ки и XXL-ки. Сибиряк, ты хочешь поехать к нам с концертами? А ты посмотри Локимин Тур. Будет концерт Новосибе, Томске. Я не помню, в Кемерово или Красноярске. Вот я не помню, какой-то один из этих двух городов. Я-то еду. Знаешь, чувака, гриппы нелестно отзываются. О тебе хуй. Я не знаю, кто это. ХС, кстати, девчонки, девочки, вот именно, пожалуйста, ставьте плюс в трансе, в комментах, если вы хотите, чтобы для девчонок выпускали, там, если номерчуху делаем, то с, ну, приталиную какую-то, там, женские размеры. Потому что в основном всегда, ну, унисекс идет просто с прямым кроем и все. Просто очень много девочек жаловывается на то, что нет приталинных. О, серебро, офис, вот здесь подмыха, да, даже не крашеная. И видишь, тоже, блядь, измазанная кровь. Я, до сих пор не оттерся. Боди-позитив, у меня наебали боди-позитив, между сисек боди-позитив. Я на самом деле боди-позитив. Нарайм-сфес звали, но им не понравились наши условия. Май, точнее. Как справился с апатией? Чё с хуйня? Как справился с апатией, у меня не было апатии. Типа апатия, ты имеешь в виду то, что, ну, делать ничего не хочется. Мне постоянно хочется что-то делать, потому что у меня заеба в башке. Прыгать выше головы, потом снова быть недовольным собой. И потом снова, блядь, что-то ебашить. Ну, это чисто комплекс в башке. И не советую так жить. Вообще ничего не радует. Напоминает сюжет фильма «Семь психопатов». Клип, блин, братан, ты смотрел «Семь психопатов»? Это один из моих любимых фильмов. Блядь, там вообще ничего схожего нет. «Семь психопатов» это... Ну, хотя знаешь, ты, в принципе, с одной стороны прав, потому что в «Семь психопатов» практически ломается четвёртая стена, когда там чувак, типа, ну, описывает сценарий книги, которые происходят на экране, ну, там перестрелка, типа, на кладбище. Ну, ты понял, о чём я в базаре, короче. Очень крутой клип, конечно, но... Ну, нет. Сливать вливы — это как носить ещё недропнутый шмот. Правильно. Я, ребята, типа, в транса не запаздываю, просто доху ещё пишите. Надо это успевать. Катюхе, кстати, привет. А в «Горстете» вы хотели вначале тебя поставить, потом Мирона. Почему мы передумали? Блядь, композиционно лучше получилось то, что я, типа, отвечаю... Ну, не на куплет Мирона, а, в принципе, динамически. У меня куплет намного агрессивнее идёт. Ну, в ряду того, что Мирон не поддравливает голоса, и поэтому, ну, типа, логичнее было поставить мой куплет вторым. Как в регионах на концертах можно будет подарок передать? Я постараюсь на каждом концерте в туре остаться там на фотосессию, там, на фотографах и так далее, если будет сила позволять. Ну, или если что, там, через чувака, который будет продавать мерч на концертах туровой. На концертах, да, будет мерч, как раз-таки люди задают вопрос. Там, чувак, который будет туровой мерч продавать, допустим, через него передавать все там подарки и гифты. И, потому что, ну, я могу очень сильно заебаться на концерте, потому что я не просто там стою. Плюсики, плюсики от девчонок. Плюсики не только от девчонок. Папичевич Игар имеет, а что мониторишь? Я не мониторю, блядь, папич Игар играет ебанно. Я проходил Ведьмака, и мне сейчас вообще ни во что не хочется играть, кстати. Типа, я Ведьмака прошел, когда палец себе поломал, и... Все, блядь. Меня вообще все игры заебали. Какая-то скучная хрень. Цепи я не брал. Одна цепь, это мой талисман от батька даренная. Это подарок на прошлый день рождения от пацанов. В Нижний, я думаю, в следующем году. В Иркус тоже в следующем году. Как я справляюсь со злостью, я пишу музыку. Еще твиттер веду. Очень помогает. На самом деле, нихуя не помогает ни сего. В Минск не пускают, они там написали, типа, а, как же они сказали, низкая культурная ценность. Я так понимаю, либо изомата, либо... За антиправительственные лозунги всякие. Блядь, вот че, ты спрашиваешь насчет условий для РМ-феста. Вот если я тебе сказал, они понравились условия, то, блядь, это все. Зачем я буду, блядь, дискредитировать ребят? Они же не становятся хуже фестивалям, если они, типа, ну, отказались от моих условий. Ребята делают круто, хорошо прорабатывают. Очень, ну, стараются, типа, нахуй я буду сливать всякую инфу. Да, звук Юрия, естественно, круто. Сейчас я дальше читаю. Итогового мнения по Астроворду у меня еще нет. На самом деле, типа, очень схоже звучание 90-210, которое было еще на Родео, а это трек, который мне не очень понравился. То есть, типа, ну, я слышу труд и слышу идею, но, ну, мне лично такое музло не заходит. И поэтому, ну, чисто мне нужно очень подробно переслушать релиз, чтобы, ну, услышать количество работы, которые треф провел там. Если я пойму для себя, то, что труда там действительно до хрена, то мне не будет соответствующим. Почему випов нет? В туре есть вип. В туре будешь только свои треки исполнять? Ну, да. Ну, посмотрим, типа, я вот хотел кавер на беттере играть в каждом городе, плюс парус, плюс, может быть, реки на Роу Куэн, но там посмотрим, типа. Ты пишешь текста по чем-то, я не употребляю наркотики. Не употребляю наркотики, а бухой, бухим не хочется женщину, нежели музыкой, блять, заниматься. Вот меня спрашивали все, типа, сколько я до груди жму, я, блять, не проверял. Ну, типа, там же нужно на раз взять какой-то вес, я не в курсах, сколько я беру. Типа, стандартно я, ну, грудь беру, у меня пять подходов по 12 раз с 15 килограммами. Ну, то есть, пятнашка, пятнашка, 30 плюс гриф 20, ну, то есть, 50 килограмм от груди по 15 раз 5 подходов, если у меня день груди. О, ноготь у меня, кстати, отвалился тот, у меня сейчас половина отросла, но я, там тоже все в крови, я, конечно, могу показать, но сейчас зрители отвалятся, я не буду вас, что контентом таким пугать. Сочинистом кроме песен занимаешься, ну, вот сценарии писали, и идеи всю к быть дауном. Я думаю, в принципе, в следующем году, после альбома, сяду за сценарий большого проекта, пока не буду ничего точно говорить, никогда это все реализуется, так далее, но хотелось бы написать какую-то историю целостную. Кто сводит тебе треки? Я свожу себе треки. После бона я сводил всегда себе сам. Парни, я вспомню, что футболку оставим, просили, страдали, готовы были отдать свои гривны, неужели не оставили футбу? Спроси у Рощева, пожалуйста, я не знаю. Залей кавер на рок-н-ролл, койн, типа, для начала его нужно записать, я читаю, я читаю. Клип мы снимали четыре дня, четыре смены, точнее, по 12 часов где-то, с утра до ночи. Табу от Дензела очень крутой. Локи, почему у тебя в многих куплетах повторяется одно, это уже это ты о чем? Диман, салют. Турвый мерч будет другой, естественно, мы там подготовили очень клевые арты, как-то альбом Ксюша спрашивает, когда когда мне еще вдохновение кто-нибудь отсыпет, тогда и будет. Сколько Сабжи потратил на клип? Два банана. проставить музыку как скрип не собираешься? Я не знаю, у меня нет никакого плана больше, просто такая охуета произошла этой весной и этим летом в жизни, что я вообще не знаю, какие у меня планы. Вот типа во вселенной ведьмаков, ну, кто не знает, расскажу, когда типа мальчишек забирают мелких и делают из них ведьмаков, их тело сначала, ну, не разлагают, это как бы, ну, типа да, разлагают специальными травами, чтобы потом заново их собрать, ну, условно, там, живить мутагены и тому подобное, и короче, это весной и летом я из, скажем так, прошлой своей личности разложился на вот такую пластилиновую хуйню, не то, что бесформенную, а типа со всем своим опытом и всей хуйней, и в данный момент я нахожусь без особого вектора. Без мотивации и особых желаний. Борода со скольки лет, я, кстати, не помню. И у меня не фу, борода, у меня здесь до сих пор не растет. Наверное, только к 30 расти будет. Планы на сегодня собрать вещи, вещи в скобочках, один рюкзак, подготовиться завтра к переезду. Надо еще стол забрать и стул. музыкой я занимаюсь 11 лет. Лок мин это лок мин, два английских слова. Лок закрыть, мин значение. Закрытое значение. Ставрополь еще не задумывался. клипа на йог-йог не будет, конечно же. че меня задудосило? Пропала связь или че? Вроде как я к Wi-Fi подрублен. Господи, вот, а ты начни брить специально там, где не растет. челик, я сейчас могу зайти на твой профиль? Нет, я не могу зайти на твой профиль, мне кажется, тебе лет 16 и ты взрослому мужику, ну, пацану пока что, мне еще не 30, советуешь, как, блядь, бороду растить. Ах, ты это делаешь? Че там со связью? В смысле, когда в Москву я, блядь, в Москве? Салют, рощ. В путешествии не то, что я хочу. Я не знаю, когда поезд в путешествиям, мне просто у меня какая-то какая-то ебаная хуйня с самосознанием. Короче, если я не занимаюсь каким-то делом, я себя чувствую ничтожным, блядь, ничего не достойным и ненужным, поэтому я как-то не могу блядь, себя настроить на длительный отдых, типа, знаешь, что-то сделать и там свалить куда-то на месяц, на два, ну, чисто попутешествовать, где-то отдыхать. Просто начинаю чувствовать себя мебой, ебучей. Тоже в этом ничего хорошего нет. Как зарабатывать узлом, делать музыку достойную и просто люди сами тебя будут поддерживать. Понятия не имею, сколько будет в Киеве людей. Металл Хэтмонстр, надо у Рощева спрашивать. Не месяц, не сезон насчет альбома не скажу. Как давно на мне эти цепи? Кстати, хороший вопрос. Вот эта цепь, по-моему, ей лет сейчас 18-й год, да? 8 лет. 8 или 9 лет. Этой года нет. Фелик спрашивает, объясните, что у Ромы в жизни, а то не понимаю, что у него случилось, а люди в комментариях, думаешь, понимают, блядь. Жданов, привет. Сколько биты пишешь? Я только что сказал, что 11 лет я уже пишу музыку. Успехи с экстрим-вокалом отличные. Я поставил драйв, ну, это там, ни скрим, ни гролл, но вот, а драйв уже могу отходить на следующие техники, и звучит клево, типа, услышите все на БМ-фесте и на Локимин-тур. Резерву АДОКС. Блядь, Ксюша, хайпожорка. Ребята, я вам скажу месяц, когда альбом подписывайтесь. Она не скажет, я ей нихуя не скажу, не верьте ей. Чего с ладони? С левой, с правой. С двух рук дрочу, блядь. Экстрим условно с преподом, на самом деле, сам. И красит ногти кровью. Экстрим мне Паша Гарбузов поставил за пять минут, блядь. Когда мы бухали после выхода клипа бэйдауном, он просто вывал меня на улицу и такой, так, Рума, сейчас, сейчас мы не поставим, блядь, расщеп, давай. И все. Ребят, мне сейчас биты не нужны, типа, потому что есть Диману, Диману, и Стандер Сикс, и есть Видзей. Плюс есть Паша Гарбузов, ну и я, собственно. И мы сейчас пишем материалы, я хочу, чтобы он был достаточно целостен, и не хочу распыляться на другие стильки. Если бы не писал музыку, чем бы занимался? Сдох, вероятно. Блядь, сейчас постоянно отвечает насчет крови. Блядь, топ эфиров, надо, короче, сбить топ эфиров, посмотрите, что с ногтем произошло. У меня отвалился же ноготь недавно, и вот это типа новый растет. Тоже все в крае, блядь. Жду, когда он растет нормально, потому что беспокоюсь за пацана. Хаски, а в Томске. Лера Хаус снимает сестра, почему она сестра? Подруга моя. Версус не хочу посещать. О, джуси в джакузи здесь. Салют, джус. Как пробиться на мбитмарян? Просто пишешь, ребята, и все. Блядь, я надеялся, я из топ эфиров пропаду, никто не ушел. Благодаря ногтю. 12 плюс, блядь. А нет, кстати, 10 человек отключилось. Супер. А то сейчас всякие долбоебы набегут опять в трансу чисто по рекомендации, но мне тут не нужны. Блядь. Супер. Я все-таки обожаю такую хуйню творить в инстаграме. Шок-контент. Типа, люди сидят там, смотрят в ленте всяких телочек с отпусков там пацанов, которые охуенно высушиваются, пресс там показывают, на яхтах катаются, там тачками светят, кальк покуривают, сториз, блядь. Потом приходит Лукмин с твоей рекомендацией, там, блядь, половина так тебя в крови, нахуй. Таро. Постригся я, потому... Блядь, я все равно в топ эфиров ушел, сука. Постригся я, потому что на съемках бы дауном, когда распыляли Степа Карму на меня, там, был короче, там должен был быть протеин лететь на меня, а туда сумели то ли штукатурку, то ли какую-то другую хуйню, и там же, ну, типа, киношный свет, от него очень жарко, ну, там несколько раз на меня рассыпали всю эту байду, естественно, это в волосах оставалось, и, короче, я ее вспотел, потом мылся, и получилось так, что я просто зацементировал свои волосы. О, этих вариантов их спасти, вылечить не было, просто... и все. что будет на BMFest, спрашивайте, пожалуйста, у организаторов BMFest, я могу сказать, что будет у меня, я нашел, в общем, советую вам накопить энергии, потому что это будет ебля. Те, кто пойдут на мои концерты и на BMFest, мы с вами будем ебаться. Это будет не концерт, это будет не шоу, это будет не музыка, не гика, это будет ебля. Вот. Казу белорусам. Полоса неудачи-то где? Здрасте, здрасте. Почему же я один? Интересный вопрос. Песни говорить не буду. Типа в рамках тура вообще разные будут песни, а... Ну, короче, сложно объяснить. Типа везде будет все по-разному. На BMFest будут одни треки на московских, питерских концертах, другие треки в регионах, другие треки. Как относишься к расизму по отношению к белым? Это какой расизм по отношению к белым? Типа когда белых считают цисгендерными узурпаторами, это ты имеешь в виду? Ты охуенно смотришься в кадре и не хотел бы в будущем сняться в кино. Ну, позовутся, снимусь, но только в каком-нибудь пиздатом кино. Почему в маяке в Томске? Ну, потому что в Томске нет площадок больше, не построили, блядь, площадку ни одну. Типа... Блядь, театро слишком большой. Ну, типа театро это полторы тысячи человек, полторы тысячи в Томске я точно не соберу. Типа... Дорсы закрыли. Где выступают? Только в мейке. Я не знаю модель очков, которые я в клипе носил. Я просто их увидел в Дьюти Фри, когда был в Сингапуре и купил. К сожалению, обратный расизм и сексизм есть. Прекрасно есть. Знаешь, такое слово в Айти. О, Лерк. Лер, тут люди считают, что моя сестра. Дейхуи пинаем, блядь, только отдохнуть прилег. Буду я разыгрывать очки. Мои очки, блядь, еще разыгрывать я их буду. Может, вообще, блядь, все свое имущество на аукционах достает. Мерч в Туре будет на специальный для Тура. Лейбл решает и разыграние. У тебя другие очки, Лер. Лейбл решает, какие города в Туре или ты. Я решаю, какие, блядь, города. Ну, поймите, что бухер большин это не лейбл. И ничего не могут заставить артиста делать. И могут, естественно, посоветовать и организовать. Этим БМ и охуенен. Что повлияло на изменение названия альбома. Я думаю, семантика. Блин, у меня вот все люди пишут, точнее, пацаны там, бля, обкончался там, красивый, вау, какой классный, блядь. Я по секрету просто скажу по секрету, скобочек, в трансляции мне почему-то пацаны, блядь, в личку чаще пишут о том, что я красивый и классный, блядь, чем баба. Хочу уведомить, что я не ебуюсь с пацанами. Поэтому хватит мне это писать. Это сексуальный харассмент. Sexual harassment. Этлокимин. Мне это не очень нравится. Когда повестка 3, блядь, может быть, она вообще не выйдет. Минска не будет. И Казани, и Нижнего Новгорода тоже в Туре не будет. Извините, ребят. Не в этом году, а в следующем году. Да, конечно, тут есть шиперы, они везде есть. Есть треки, которые я никогда не выпущу. В Минске не знаю. Ну, типа, да я даже не знаю, в следующем году получится или нет. Я советую все-таки белорусам либо ехать в Киев на концерт, либо в Москву, или Питер. по-моему, в следующем году. В будущем я говорю, а зачем четвертая цепь? Не знаю, как я это все носить буду. Мне кажется, что рано или поздно я, типа, столько цепей надену серебра, что, типа, упав в воду, я оттуда не смогу выплыть. Короче, мой менеджер, да. Это как по толерантности или не принимаешь ничего чуждо. Чего, блядь? Чего чуждо я не принимаю, блядь? Есть моя жизнь, мне вообще, ну, типа, не идет кто как там живет, кто что делает, если он другим мешает. Еще показываю бицуху. Ну, это левая рука. Ну, правая рука. Ну, кстати, дырка в бицухе. Эхе. Возможно, леопард. Будешь вообще бык, как солист. Какой-нибудь корпус? Ну, да, кстати, могу таким ставить. Ну, навряд ли, блядь. Я ростом 178, какой из меня, блядь, бык. Конечно, направо больше, потому что, блядь, я правша. Если кто-то думает, что бицуху можно накачать дрочкой, блядь, вы, по-моему, никогда в зале не занимались и не понимаете, как мы сработали. У вас напрягается больше дредплечье, когда вы дрочите, чем бицуха или троцуха. Нет, с величайшим я не знаком. Родом я из Сибири, из Томска. татуха у меня нету. Чист как младенец. И навряд ли буду набивать. Ну, может быть, когда-нибудь, типа, до сих пор так и не нашел ничего, чего бы я хотел набить. Только не надо, блядь, советовать. Как будто, как будто, как будто я буду набивать картинки, которые мне кто-то, типа, пришлет. блядь, какие дауны думают, что бицуха можно качать дрочкой. Ну, те, которые, блядь, не качаются, наверное, надеются, что хотя бы это им поможет. Мои клыки, в рюкзаке, а что я за ними пойду сейчас. Да, кстати, первая такая длинная транса, еще без сигареты знаковое событие. Да, даже не добавила наконец-то в инсту. В качестве подарка, да, что хотите, то дарите. Я бы даже какие-нибудь кастомные нончаку принял. В подарок с удовольствием. книги, вероятно, да, только интересные. Не буду я какой-нибудь замок Кавки читать. Сигареты какие-то прикольные, там, арты, коллекционные издания каких-то альбомов, например, метлы, и там, не знаю, Трэвиса. Ну, что-нибудь такое, типа, я думаю, то, что люди, которые вообще, в принципе, ну, не всем людям свойственно дарить подарки, а тем людям, которым свойственно дарить подарки, они всегда дают подарки и очень заебаные. Клип на Metalhead не будет. Почему Мерс дорогой? Я удивляюсь, что вы говорите насчет дорогой изны, потому что мы всегда уже там, как я переехал в Москву в 16-м году, мы всегда футболки ставили по 1800. Вообще всегда. Как бы, блядь, в ЛДЖ футболка Биамусор ставит три куска. Кто там че жалуется? Покупают? Что АУ? Что у меня лук? Так я пролистал вверх, и я вроде ничего не игнорирую. Так, с парком будет в 19-м году? Я думаю, да. с чего ты взял, что твой следующий альбом будет последним? Я не знаю, ну, типа, насколько может быть последним. Я знаю, что это топ моих возможностей. То есть, типа, ты должен понимать, что в повестке было много, как бы, это сказать, материала, которые являются более акционистским, чем музыкальным. и было сделано это для того, чтобы показать, что снова школы тягаться это вот так, это ничто. Это не музыка, семечки щелкаются. Вот. А с этим альбомом я работаю серьезно, то есть, там, никакого юмора, ну, то есть, я имею в виду юмора именно, потому что сатиры и акционизм, а именно ему зло, вот. Типа, я же должен, в конце концов, показать, на что способен. И вот этот релиз, который я сейчас готовлю, это, может быть, это и будет лебединой песней вообще. Так я не понимаю, что девочка пишет, ладно, пока, а то, что ее игнорируют. Типа, я не могу отвечать на комплименты. Я достаточно, ну, это, блядь, самолюбование какое-то, типа, о, спасибо, что заметил, что я красивый, блядь. Ничего, об этом трансляцию вести, что ли? В России мало битмарей крутых. Я пока знаю, ну, знаю я больше, конечно, с кем работает четверо, это Lunar Vision, это Eldma, это ThunderSix, это Vidi. Что дает мне сил двигаться по жизни? Ничего. Ладно, ребят, пока. все. Так. Какой? Время? Время? Да. Время? 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 Время?